Добрый день! Я работаю учительным эффектологом на группе для детей с задержкой психического развития в детском саду «Катюша». Образование высшее, категория высшая, педагогический стаж 30 лет. Тема моего педагогического опыта — использование современных технологий в развитии психического мышления у дошкольников ЗПР. Проблема оказания коррекционной помощи детям с задержкой психического развития приобрела в последние годы особую актуальность. По причине значительного роста дошкольников с доступными возможностями здоровья. Многочательные наблюдения и исследования психологов показали, что ребенок, не научившийся учиться и не овладевший приемами мыслительной деятельности в детском саду, в школе обычно переходит в разряд неуспевающих, испытывает большие трудности в обучении. Обозначены в стандарте целевые ориентиры на этапы завершения мышления ребенка. На этапы дошкольного образования предполагают высокий уровень развития мышления ребенка, овладение логико-математическими способами познания. В федерально адаптированной программе для детей с ЗПР также указано, что особое внимание должно уделяться развитию мыслительных операций. Целевые ориентиры программы задают следующий уровень развития ребенка в ЗПР. Осваивать элементарные логические операции не только на уровне наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане. Может выделять существенные признаки с помощью педагогического работника и строить простейшие заключения и обобщения. Вместе с тем обучение детей с ЗПР чрезвычайно затруднено вследствие смешанного характера дефекта, в котором задержка развития высшей корковой функции часто сочетается с нарушением познавательной сферы, двигательной или чего недостаточностью. Практика показывает, что у многих детей с ЗПР отмечается диагноз ТНР, тяжелое нарушение речи. У них имеются различные сложные речевые расстройства, низкий словарный запас и уровень развития связной речи. В связи с этим развитие словесно-логического мышления у детей с ЗПР особенно затруднено. У них нарушена основная операция логического мышления – сравнение, анализ, синтез, абстрагирование, обобщение. Они не умеют выделять главное, синтезировать информацию и строить логические операции. Поэтому задача развития логического мышления у детей с ЗПР является очень важной и актуальной. Кроме того, как показывает моя многолетняя практика, у детей отсутствует интерес к образовательному процессу, вследствие низкой познавательной активности. И поэтому учителю-дефиктору необходимо постоянно искать новые игровые подходы и современные технологии, чтобы заинтересовать детей процессом обучения. Цель моего педагогического опыта – организация целенаправленной коррекционной работы по формированию логического мышления для школьников ЗПР с использованием современных технологий. В процессе реализации опыта я ставлю перед собой следующие задачи. Осуществлять развитие мышления ребенка от наглядно-действенно к наглядно-образному и словесно-логическому, формировать и совершенствовать у детей мыслительные операции, развивать познавательные интересы и знакомиться с цифровыми средствами познания окружающего мира. Ожидаемый результат – обладение детьми всеми видами мышления, формирование познавательной активности, интереса к обучению, желание учиться и получать знания, коррекция психических процессов. Понятие логика происходит от древнегрического логос – мысль, разум. Наука логика – это наука об умении правильной мысли. Логическое мышление – это умение оперировать абстрактными понятиями. Мышление путем рассуждений – это строго следование законам логики и построение причинно-следственных связей. Уровень развития интеллекта ребенка в целом характеризуется уровнем развития логического мышления. Психологи и педагоги в дошкольном возрасте выделяют три вида мышления. 2-3 года – это наглядно-действенность, 3-4 – наглядно-образное, 5-6 лет – словесно-логическое. И оно становится ведущим с 7-8 лет и остается основной формой мышления у большинства взрослых людей. В развитии мышления у ДТЦП обнаруживается выраженное отставание, начиная с ранних форм мышления, наглядно-действенно и наглядно-образного. Моя задача – помочь ему преодолеть это отставание и подвести его к возрастной норме развития. Работа по развитию логического мышления придется в два этапа. Первый – старший, а второй – по готовительству. Цель работы на первом этапе – это преодоление отставания в развитии наглядно-действенности и развитии наглядно-образного мышления. Задача – формировать операцию анализа и синтеза, уметь сравнивать, склассифицировать предметы, формировать операцию обобщения, развивать действенное восприятие, память, слуховое внимание, речь, познавательную активность. Цель работы на втором этапе – это развитие наглядно-образного мышления и обучение словесно-логического мышления. Задача – развивать умение анализировать и синтезировать, обобщать, классифицировать, сравнивать, умение правильно формулировать свои мысли и вопросы. Главная цель работы по развитию детей СПР в слове из логического мышления заключается в том, чтобы с его помощью формировать у детей умение рассуждать, делать выводы и умозаключения. Перед тем, как начать обучение дошкольников суждением и умозаключением, нужно образовать у них навыки основных логических операций. С этой целью в коррекционно-взывающей работе я использую следующие современные технологии – здоровье-сберегающие технологии. Я использую традиционные технологии, а также технологию суджок. Это уникальная тактильная гимнастика с использованием массажеров в виде массажных шариков в комплексе с массажными металлическими колечками. Она оказывает воздействие на кору головного мозга, развивает макроек и речь. Информационно-коммуникационная технология. Одним из проектов национального проекта образования является федеральный проект «Цифровая школа», цель которого – повышение качества образования и его перехода на современный уровень. В моем кабинете установлена интерактивная смарт-панель, которую я активно использую в коррекционном процессе. В своей практике я пользуюсь порталом для специалистов МирСИБА – это сборник компьютерных игр для развивающих и гравитационных занятий. Технологии развивающих игр. Одной из ведущих методик, помогающих развить мышление и речь, является игра. В своей практике я активно использую игры «Воскаковича» в современном издании. Это «Геоконд», «Геовизор», «Считовозик», «Сотый корень». Большой эффект в развитии детей дают традиционные развивающие блоки, игры, блоки денеж, шапалочки, пюзенера, игры недели. Я сижу за новинами, приобретаю и использую современные развивающие игры. Кубики хамелеон, пазлы-цепочки, кто быстрее, логические квадраты, деревянные пазлы-гравоволомки, ассоциации, прозрачные цифры и другие. Также я использую активно свои авторские игры и задания. Регулярное использование развивающих в блокработе с детьми СДП дает устойчивую положительную динамику в развитии мыслистейных процессов. Неропсихологические игры и упражнения. Нероигры – это различные игры, которые позволяют через тело, части тела, воздействовать на масковые структуры, способствуют коррекции нарушений в развитии. В своей работе я не провожу полные занятия по нейропсихологической коррекции, а использую только некоторые игры и упражнения, приемлемые для моей работы. Проектная деятельность. Наш творческий коллектив активно использует технологию проектной деятельности, и нами разработаны различные проекты. Интересной авторской находкой коллектива педагогов нашей группы стала разработка проекта при выпуске детей в школу. В проекте участвуют все педагоги, работающие на группе. Каждый проводит какую-то интересную игру, объединенную одной темой. На такие события мы обязательно приглашаем родителей, и дети счастливы показывают свои достижения. Квест игры. Квест – это поиск, путешествия к определенной цели через преодоление трудностей. В своей практике я использую технологию организации квест-игр «Познаем игра» автора Строльская. Я в своей работе в основном использую групповые сюжетные квесты по форме организации путешествий. Все перечисленные технологии я использую и творчески дополняю. Они помогают мне грамотно выстроить и организовать коррекционный процесс. Вновь разработаны планы работы по развитию логического мышления на старшую и подготовительную группу. Материалы представлены в папке, которые ежегодно корректируются. Одним из требований стандартной ИФАОП ДО является обеспечение взаимодействия с родителями. Причем в адаптированной программе указано, что родители детей СПР также нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. Для осуществления сотрудничества я использую разнообразные формы. Познакомлю родителей с задачами с содержанием работы по развитию логического мышления, и итогами диагностики, размещая необходимую информацию, провожу родительские собрания, консультации, практику и открытые советы. У нас появилась новая форма сотрудничества с родителями. Совместная экскурсия в школу номер один, в которой принимают участие дети, родители, педагоги группы и учителя. Во время экскурсии происходит знакомство со школой, учителями, музеем, проводятся открытые вороки, в которых, конечно, участвуют и наши воспитанники. Благодаря использованию современных технологий, сотрудничеству педагогов, работающих на группе, тесному взаимодействию с родителями, по результатам мониторинга за последние полтора года можно отметить динамику развития процессов мышления моих воспитанников. В середине текущего года 20% воспитанников уже обладали формами словесно-логического мышления, 80% пользуются наглядно образным мышлением. Опытом работы по развитию логического мышления я делюсь со своими коллегами. Члены МРМО, размещаю материалы на образовательных сайтах и принимаю участие в различных конкурсах в сети интернет. У меня созданный сайт на портале «Солнечный свет» и страничка «Надмана». Таким образом, мой опыт актуален, соответствует требования стандартно. По опыту ДМО, в нем используются современные образовательные технологии, представленные авторские материалы, он дает положительный результат и поэтому может быть использован педагогами. В видеоролике вы увидите фрагмент использования смарт-панелей нейролита и развивающих игр. Мирсимый интерактив приветствует вас. «Очень скоро Новый год. Кто нам елочку зажжет? Берите игрушки из косимы и вешайте их на елку. Вы посаданы последовательности». «Мальточка, попробуй прайсить еще в елочку». «Мальточка, теперь ты попробуй прайсить». «Мальточки, давайте». «Понятно, Мальточка, понятно». Лучше выбирай. Лучше выбирай. Молодец. Братья-близнецы вышли на ледяную поля. Найти братьев-близнецов и затяни их в поля. Так, катенька, беженка. Начинаем. Мы вместе! И подися! Братья-близнецов и затяни их в поля. Мы вместе! Братья-близнецов и затяни их в поля. Братья-близнецов и затяни их в поля. В каждой цифре подобрать количество предметов. Какая цифра, какое количество предметов вы и находитесь. Ребят. Плесенка, батальчики. Проходите, да? Вот, подожди, подожди, поместилось. Молодцы какие! Умнички! Ребята, мы помогаем очень много игр с пальчиками. И у вас у каждого есть своя любимая игра. Давайте сейчас каждый из вас поможет маленьким учителем. Он будет как раз за остальные детки поможет. Прошу. Договорились? Да. Как ты думала сама Марта? Колечко, круглок, цепочка. Колечко, круглок, цепочка. Колечко, круглок, цепочка. Молодец. Представьте, у Вани Ревнюка было два яблока. А у Марты три яблока. У кого было больше яблочек? У меня. Да. А теперь посмотрите на свои карточки. У вас здесь тоже скачки? Да. Посмотрите. Вы должны поставить знак больше, меньше или равно. Чего больше? Чего больше? Кого? Один. Один. Пенесер. Чем? Чем? Да. Чем? 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»